Адаптация незрячих людей в общество проходит разными путями. Помимо оснащения библиотек и школ книгами со шрифтом Брайля, есть еще экскурсионные программы и творческие кружки для незрячих. Воплощением этой программы в жизнь занимается Русское географическое общество. Сегодня у нас в гостях эксперт Чувашского отделения Русского географического общества Зоя Трифонова. Зоя Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Тарина. Скажите, пожалуйста, какие экскурсии проводятся в рамках вашей программы? В рамках программы «Открытая Чуваша» проводятся экскурсии, связанные с изучением природы, истории и культуры Чувашской республики. Ну и вот с учетом этих трех направлений мы в течение 2016 года провели, можно уже сказать, запланировали 10 экскурсий. Из них провели большую половину. Ну, весной мы провели обзорную экскурсию вокруг Чебоксарского залива для учащихся шестых классов школы-интернат. А затем, тогда же весной, провели экскурсию по исторической части города Чебоксары, причем с привлечением теперь уже студентов-волонтеров и слушателей курсов-экскурсоводов. Вот так удачно получилось. Был выпуск, второй выпуск курсов-экскурсоводов в Чувашском госуниверситете. И в качестве выпускной работы они провели интересные экскурсии по исторической части города Чебоксары. Вот. А выездные автобусные экскурсии мы провели уже в новом учебном году. То есть это период сентябрь, такая мягкая пора, осень золотая, октябрь, ну и захватили даже ноябрь. Значит, ну, самые интересные поездки в этом году – это поездка в Козловский район по северным районам Чувашии с посещением с двумя большими остановками. Первая остановка – город Козловка, набережная города, ну и наш знаменитый музей Лобачевского. Птичий полет. Да. И вторая остановка была запрограммированная, озвученная вами – это знаменитый птичий полет. Вот. И я даже, честно говоря, по впечатлениям детей, ну, склоняюсь как раз к птичьему полету. Потому что эмоций и возгласов было больше, конечно, на этой остановке. Но хотя и, собственно, экскурсия по Крывеческому музею, где представлено два зала с экспозициями, посвященными Лобачевскому, его семье и годам жизни в Казани в качестве ректора. И интересные факты были услышаны детьми и мною о том, что он многое сделал для развития города Казани, будучи ректором. И многое сделал для сохранения студентов, в том числе и в период таких вот массовых болезней, какие были в XIX веке. Музей предназначен не столько для того, чтобы узнать о годах жизни, о количестве написанных трудов великого ученого, а услышать и понять вот те такие рэперные точки, ключевые поворотные моменты в судьбе героя, которые сделали его таким, какой он есть. И самое главное, наверное, познакомить с той ролью, которую он играл в обществе и с теми подвигами, в буквальном смысле слова, которые он совершил для нас, для поколений будущих. Какие экскурсии для незрячих детей проводились? А вот эта экскурсия была для незрячих. В группе были как тотально слепые, так и слабовидящие дети. Как они сумели оценить красоту птичьего полета? Вот красоту птичьего полета они сумели оценить по возгласам своих одноклассников и по моим описаниям, потому что в качестве экскурсовода была я. Поэтому так важно, наверное, совместные экскурсии проводить. Совершенно верно. И вот как раз в этом году мы и делали упор на вот такие инклюзивные экскурсии, где есть зрячие. Причем, вот, например, у нас была экскурсия в национальный, в этнический парк Сувар, расположенный в Заволжье. И вот туда я максимально увеличила число студентов-волонтеров. Их было чуть ли не 12, по-моему, студентов-волонтеров. И, соответственно, где-то 20 школьников. Для чего мы сознательно пошли на увеличение количества студентов-волонтеров первого курса? Для того, чтобы они... Ну, во-первых, была группа особая. Вот так получилось, что в школе-интернат в пятом-шестом классе много тотально слепых детей. И вот на парк Сувар мы вывезли тотально слепых детей. И, естественно, экскурсия для них – это особая методика. Она еще очень плохо разработана в России и за рубежом. И как здесь решаются вопросы? Только путем сопровождения. То есть у нас буквально было для каждого ребенка где-то по два, а где-то по одному студента-волонтера, которые брали его за руку, которые вели его по тропам. А вы, наверное, представляете парк Сувар. Там нет тропинок. Это фигуры из дерева, которые разбросаны по лесу, по неровному причем лесу. Там есть и горы, и впадины. Такие холмы и впадины. Они где-то сами закрывали глаза и понимали, что вот здесь, надо сказать, обязательно коряга, здесь обязательно пень, здесь поворот. А второй момент – это, конечно, ценность этой экскурсии была в том, что все эти фигуры можно пощупать. Все эти фигуры можно пощупать, потрогать. А так как там представлены три горы – золотая, серебряная, медная гора. И три легенды, три истории отдельные. История про чувашских богов, история про великих людей чувашской нации. Там, например, очень интересная фигура Бичурина Никиты Яковлевича находится. И третья гора Медная – это история про нечистую силу, что тоже интересно для детей. Поэтому эта экскурсия, мне кажется, была одна из самых интересных. Еще одно направление – это запад Чувашии, Ядринский район, тоже ключевой, интересный. И здесь мы сумели внести еще и элемент историко-патриотического воспитания. Почему? Казалось бы, Чувашия не участвовала в Великой Отечественной войне. Однако работники все работали в тылу и все работали на победу. И в республике был создан рубеж, сурский оборонительный рубеж по указанию партии, по указанию правительства нашей страны. Вот в период, когда были самые сложные годы, начало войны, 1941-й, велось строительство сурского рубежа. И в честь этого ядринские кровеведы сумели воссоздать небольшую площадку, где выстроили элемент, такую стену, вот этого оборонительного сурского рубежа. Ну а, собственно, сам ров, он сохранился до сих пор. Вот эта сеть рвов, точнее, от суры и простирающей, как на запад, так на восток, она очень хорошо открывается со смотровой площадки. Там же установлен камень. И камень, опять-таки, символичный камень, где написано «место...» Здесь располагался лагерь Емельяна Пугачева. То есть вот место такое военное получается. Вроде бы Чувашия, континентальная, глубоко срединная республика, далекая от внешней границы России, но в то же время есть и сюжеты в нашей истории, связанные с военными событиями и с восстаниями. Мне кажется, дети оценили вот эту поездку как раз с позиции историко-патриотического воспитания. До конца года мы еще посетим музеи нашего города, это и музей трактора, и музей чувашской вышивки, где я вот как раз, опять-таки, делаю ставку на возможность тактильного общения тотально слепых детей с экспозицией этих музеев. Тут вот мы ведем переговоры с дирекциями двух музеев. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, что у нас в гостях была эксперт русского географического общества Зоя Трифнова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин